отлично я думаю начну с того вступления пока может еще кто-то присоединиться не знаю отметился 25 человек присутствовать на сегодняшнем мероприятии у нас мы сейчас находимся на локации называется кубит для проведения всяческих мероприятий спортивного программирования подготовки для школе вот и сегодня совсем если я специально собираю отдельно школьников им рассказывают подобные темы сегодня собрал то мероприятие которое обычно собираю более в более неформальном формате харькове перла в харьков но сегодня вот такой вот получится интерактивчик с практикой и надеюсь будет интересно немножко о себе меня зовут влад я как какой-то момент времени занимался на кубит еще будучи школьником после этого работал во многих компаниях международных и сейчас работаю в стартапе который называется мир потокол и мы разрабатываем платформу которой мы сегодня познакомимся и инструментарий сам сама платформа написано раз и инструментарий инструменты для разработчиков на раз в том числе предоставляем я считаю что раз в принципе является ключевым элементом успеха нашего проекта я очень рад видеть что столько людей на сегодняшний день даже вот харькове интересуются в том числе раз потому что я начинал эти встречи проводить года три назад и нас собиралось 34 человек и обычно это было люди которые ну интересовались но не работали сразу и вот таком ключе супер если какие то вопросы пара не сон или вообще у кого то что то есть вот хорошо тогда здравствуйте я уже немножко начал был было буквально вступление присоединяйтесь так вот в анонсе было конечно записано такая достаточно противоречивая тема антиутопии я не не собираюсь развивать тему антиутопии и так кто-то расшарил хорошо да хорошо хорошо вот антиутопию мы сегодня оставим на самый конец для начала я хочу вообще немножко поговорить о том что мы можем сделать что 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 позволяет растать части и мы плавно перейдем к возможностям которые представляет платформа нет сегодня будет я очень постараюсь не использовать одно слово которое скажу в самом конце вот и потому что я считаю что это не суть это чисто детали реализации кто-то может знает кто-то нет ну в конце я расскажу о чем же это была история давайте как я говорил в принципе сегодня будет больше больше а в основном что будет программирование надеюсь никого это не удивляет поэтому мы сейчас плавно перемещаемся к коду и у кого там нет еще ноутбука есть вот два две машины куда можно присесть я к этому как раз хочу прийти но не сразу я хочу все таки с инженерной точки зрения сначала куда-то подойти я не могу вот так вот сейчас перескакивать это будет немножко не по плану и это будет сумбурно хорошо думаю что нет нет вот компром и того Продолжение следует... Придем к реализации этой проблемы. И это будет пока что не про антиутопию, а про антиутопию позже. Сейчас мы рассмотрим просто пример того, что можно реализовывать и к чему мы будем стремиться. Продолжение следует... Что у нас есть некие хранилища и сервера, на которых обрабатываются запросы, и там хранятся данные, и мы с этими данными можем взаимодействовать. И нам для этого нужно запускать свои сервера, запускать на них приложения, администрировать сервера, администрировать приложения, которые мы туда разворачиваем, настраивать процесс релиза и прочие вопросы. И, ну, предположим, у нас есть такая очень простая задача. Что-то в духе Твиттера, который будет сохранять информацию про наше последнее... Про наше одно сообщение, вот мы говорим, это наш статус в социальных сетях, могли бы вы с этим сталкиваться, вот здесь статус у каждого аккаунта, вот он какой-то. То есть, что у нас будет? Очень простая система, которую я сейчас пытаюсь опрессовать. Это некое хранилище, некие пользователи. Вот. У пользователей есть их собственные учетные записи, названных User1 и User2. И мы хотим для каждого пользователя в нашем хранилище иметь просто статус Яна Перло, User1, User2, Аяна Моры. Вот. Предположим, нам нужно некое такое хранилище, и мы хотим что-то с этим делать. Показывать это через веб, на мобильных приложениях или еще как-либо. Вот такой очень простой сервис. То есть, это не локальное приложение, то есть, оно не работает само в себе. Пользователь 1 может посмотреть статус пользователя 2, любой пользователь в интернете может посмотреть статус всех пользователей. Вот какая-нибудь такая история. Что мы в классическом приложении, как это можно реализовать? Мы можем для этой вещи завести базу данных, пусть будет возраст. После этого эти пользователи будут пользоваться некими веб-приложениями, при помощи веб-браузеров. Напрямую браузер с возрастом пробовать не будут, не смогут. Им нужен посредник. Микки не описывает. Просто машина, которая будет отвечать на допрос, например, getStatus и там userID. В таком ключе. Кроме getStatus еще, естественно, нужен какой-то способ взаимодействия, чтобы можно было еще сайт статус сделать. Нужно сказать, какому пользователю. И нужно сказать, ну, как-то передать сведения, сообщения. Вот примерно такая может быть картинка. Кроме этого, для веба классического, к чему мы можем прийти? К тому, что, ну, получается, что любой пользователь может любому пользователю поменять сообщение. Ну, не очень хорошо, но, допустим, мы пока что на это не будем вращать внимания. То есть, как мы это можем, в принципе, решить? Можем сделать какую-то авторизацию, и доступ к setStatus будет только у соответствующих пользователей. То есть, можно поменять только для своего пользователя статуса. А мне-то кто-то в чате пишет. И так, вот такая вот у нас есть, допустим, схемка. Давайте мы попробуем ее сначала реализовать обычным консольным приложением, без вот этого вот база, API, веб. Давайте у нас будет все сильно проще. А пусть будет консольное приложение, которое мы можем вызвать как статус-бокс. она у нас будет спрашивать команда. Мы можем говорить или get, или set. у нас это приложение будет спрашивать пользователя. Мы будем говорить user1, например, и будет спрашивать сообщение. И мы будем вводить какой-то текст. соответственно, мы будем поддерживать постоянно. И это будет запрашиваться в цикле. То есть, такой циклический запрос. У вас будет возможность сначала get получать, если там есть пользователь, посмотреть его сообщение. Или set. И тогда устанавливать для нового пользователя, для какого-то пользователя, может быть, нового, его статуса. Давайте мы отсюда посмотрим, что с этим можно сделать. вот у меня есть небольшая захотовка, очень небольшая. Есть такой пакет, Rust Inquiry называется, и мы можем спрашивать. запросим команду. Естественно, это все сейчас пишется live и без супер дизайна, поэтому тут сильно судить не стоит. мы здесь просто берем, если get нам ввели, тут можно по-другому совершенно это все оборудовать и использовать и нам, но нам пока это не важно. Если команда get, то мы будем что-то делать, пока не важно. Если set, то мы тоже будем что-то делать. Что это что-то? нам нужно ограничивать какое-то локальное хранилище. То есть сделаем storage, будем использовать обычный хешмэп. из account ID и message. Бьем account ID это строка и message здесь чисто для удобства мы могли бы написать string string, но это было бы совсем сложно читать. И чтобы получить что-то, если get, то следующее нам нужно спросить для какого пользователя мы будем делать визерные им. А кто-то следит за чатом? или у кого-то есть возможность периодически поглядывать в telegram чат, если там что-то у кого-то отвалится, чтобы я хотя бы узнал, что нужно будет починить. Можно попросить поглядывать запрашивать пользователя, username вот у нас есть, и мы будем речь-то его месседж, это мы берем из сториджа get username ну и опять никакой обработки ошибок, но опять здесь мы можем сделать разумную обработку, если у нас есть сам месседж, так сделаем, так если у нас хэшмэп находится под юзернейм ключом какое-то сообщение, мы напишем этот месседж иначе иначе поведем машину и подобным же образом реализуем сет сразу сторидж пора 60 нужно мьют иначе мы сделаем сет спросим юзернейм спросим еще уже месседж статус не суть важна видно сейчас лучше экран виден напишите чате супер тан-тран-тан-тан сторож засыпили так кто-то еще пришел слышал есть у нас такая вот штука и что мы можем делать и нам это нужно в луп осталось только поместить естественно это не соберется с первого раза но мы будем пробовать и это что мне нравится в раз я сейчас даже читать не буду я просто буду исправлять ошибки которые будет мне говорить раз приехали действительно я не передал типы нужно передать и дальше get как у нас нужно дальше get username expect reference очевидно нам по владению не нужно отдавать и set не услышал insert спасибо до меди говорит что мы не рассмотрели все варианты если вот здесь есть get set и что-то другое пользователь ведет естественно мы должны просто писать команды замечательно get user1 нет статус месседжа какой команды set user1 сообщение мы можем get посмотреть user1 его статус q ну и вот таким вот нехитрым образом можем get играться с нашим приложением вот user1 user2 есть статусы если мы повторно поставим статус он естественно его перепишет вот такое у нас получилось локальное приложение здорово давайте я его куда-то наверное для удобства ушну и у у у у тум-тум-тум туда в чат и кинул до трансляцию установлены все какие-то так вот код у нас есть он работает что он делает он локальный вот как я обещал локальное приложение консольное приложение спрашивает получает отвечает как нам перейти от вот этого вот только что я его написал здесь перед вами нуля ничего не вы видели вот у нас есть это предположим нужно сделать вот систему который с которой теперь можно взаимодействовать через мобильное устройство с веб-сайта в общем отовсюду ну что нам придется сделать нам нужно будет поднять базу данных настроить там право доступа нам нужно будет написать еще наше приложение можно растить вполне которая будет каким-то образом например почти теперь обрабатывать эти вот запросы нам нужно будет кроме вот этих запросов которые мы здесь рассмотрели добавить команду login и заводить целую авторизацию пользователей чтобы ну понятно не каждый мог поменять чужой статус я за три часа не справлюсь с этим вот всем поэтому я предлагаю попробовать другой подход мы будем использовать мир для того чтобы решить часть этих проблем пока сюда мы вышли и переходим в новый проект и для этого я наверное я буду следовать принцип плюс-минус не раздики но можете у себя на ноутбуках пооткрывать целом здесь предлагается ну достаточно неплохой туториал потому как все настроить очень кратенько как запустить свой проект ну подразумевая что вы видите прям от и до с веб частью работать вы можете использовать критер об нам это сегодня не нужно и он ставит очень много лишнего и мы сейчас внутри с командой обсуждаем как бы это сделать попроще еще один способ это из шаблона сгенерировать какой-то демо проект тогда не нужен то есть в этом случае вам нужно еще ноут джейс как бы краску вот это вот еще моду ставить кощунство какое-то мы можем пойти достаточно простым путем тут вот прям так и сказано что можно создать новый липрейт я создал неправильно пересоздадим то есть как ганью даже дошли и название название будет там пусть будет статус бокс вот и в карга тонул мы уже удержим 20 21 должен писать нам нужно написать рекомендуемой части где-то вещи тан-тан-тан-тан-тан-тан почему-то здесь не сказано что нужно поставить мир из детей это и сами знаю про и какой-то он я это всегда смотрю на бокс 1 вот здесь про 4 и это наша часть точка входа а тут бог название есть край есть профиль до релиза есть можем взять карбачок эдишен что фаза парс манифест не понял у меня у меня какой-то странный толчет по умолчанию потянулся у меня уже стейбл карга ничего не понял ладно ради бога нам там ничего существенно не нужно я потом со своей машиной разберусь а возможно да я на это на ноутбуке естественно еще не обновил раз пока карга чек делается получается ли плюс минус чего-то поспевать нет кого-то не получается водички тут угрузки есть угрузка повтори пожалуйста будет вот я только что добавил туда вот консольную версию там уже в этом репозитории есть example там консольная реализация уже лежит В процессе я сейчас положу и добавлю и нейр вариант. 4.0. Да. 4.0.0 про 4. В принципе, сейчас у меня, да, у меня сейчас соберется, чек пройдет, чек прошел, я могу это уже запушить. 4.0. Уже в репозитории, к которым я ссылку давал, уже есть вот этот кусочек кода, который я только что написал. Можете скопировать или посмотреть, собирается это, ну и редми давайте тоже сразу писать. Первое, что мы делаем, это рычаг. Можете скопировать. Рематр. Спасибо. Итого, у нас в проекте есть CargoTomal. Да. Там не нужен никакой пока Cargo Run. Мы пока еще ничего не запустили. Мы пока только проверили, что у нас компилируется в проекте через CargoCheck. Что дальше мы пишем? Нам нужен какой-то... Давайте откроем туториал. Я не люблю, когда я вещаю откуда-то с космоса. У нас все есть документация, мы двинемся по порядку. Вот у нас в документации написано, что вот есть минимальный такой наборчик. Это когда вы собираете, инициализируете модуль. Ах, да. Наверное, мы можем чуть-чуть вернуться назад. Я, пожалуй, упустил этот момент. Давайте мы вернемся к предыдущему примеру. Я это все написал в одном файле, в одном мейне, и это не очень здорово. Давайте мы это немножко структурируем, чтобы нам было понятнее потом подход в ней. Мы пишем нашу структуру, назовем ее статус-бокс. В ней будет у нас сторич. Вот этого типа. Наш статус-бокс должен уметь создаваться, инициализироваться. Для этого нам нужно резю метод nuke. Статус-бокс – это наша структура, которая в себе будет хранить storage, то есть в соответствии аккаунта и мессенджер. И мы ее сейчас инициализируем, чтобы... Давайте не чтобы. Мы хотим убрать из мейна всю эту адхок-реализацию и сделать это более аккуратно. И у нас будет вот такой вот объект. Статус-бокс. New. И мы потом будем в цикле запрашивать команду. Да, запрашивать команду мы все еще будем. Но вместо того, чтобы делать... Пам-парам-пам-пам. Почему? Я вернулся к этому примеру со статус-боксом. Это консольный пример, чтобы поменять его в структуру, чтобы мы его немножко обобщили, чтобы вы сделали из него сразу как бы сервис в некотором роде. Сейчас я покажу, в каком ключе я его трансформирую. То есть я создаю ему интерфейс, создаю какие-то правила игры для этого статус-бокса. То есть у нас есть в статус-боксе методы new. У нас есть метод setMessage, которому мы будем передавать mutableSelf и юзернейм и месседж. На выход мы получать будем ничего. Нам не нужно ни о чем сообщать. Мы просто должны установить сообщение, установить статус. И получать статус. Чтобы получать статус, нам достаточно immutable reference и юзернейм. Ну пусть будет тоже стринг, хотя здесь мы могли бы писать не стринг. Вовсе не стринг, а аккаунт ID у нас есть. И месседж. У нас есть нормальные типы. Это просто алиасы. Да, это просто алиасы. А вот они в третьей и четвертой строчке, они объявлены как алиасы. И возвращается, get будет возвращать в месседж. Организация все еще такая же простая. То есть возвращаемся в storage. Нам нужно просто инициализировать. Мы могли бы написать вот такую вот длинную конструкцию. Или альтернативно мы можем написать просто пол-допол. для хешмапа это будет пустой хешмап. Вот. Это эквивалентная запись в данном случае. Бомбарам. То есть, чтобы поставить, установить сообщение, мы в self-storage делаем insert username message. А чтобы, когда мы получаем, мы получаем option делаем get, мы можем получить сообщение, можем его не получить за счет storage get по юзернему. теперь, вместо того, чтобы напрямую обращаться к storage, мы используем status box get message. В случае set мы говорим status box что у нас поменялось, у нас как бы кода больше стало, но в то же время появился интерфейс. То есть, мы теперь точно знаем, что у нас есть вот такое вот, вот это хранилище наше, у нас есть вот такие вот методы, с которыми будет работать наш клиент, и наш main превратился в такой хранилище. Такого рода себе клиенток. Проверим, что у нас компилируется, и я это запубликую сразу сюда. github, expected string, found, get message. github, expected struct, found string reference. github, expected struct, found string reference. Ссылку на message. Можем поступить несколькими способами, можем возвращать ссылку. что? юзернейм используется. используется юзернейм. все осталось работать и сделать чуть-чуть меньше шрифт надеть нет это на проекторе очень сложно читать после этого так более-менее считаем а то есть слева у нас то что было справа это что изменит добавилось добавился структуру статус-бокс сторожем хэш-мэп появились три метода new set message и get message это в принципе то что я показал на доске вот эти вот эндпоинты и пиа это всех вот выразил теперь через вот такую структуру с ее реализацией и строгими параметрами на входе и параметрами на выходе вся задал это через строгую типизацию раз а в мэйне я его трансформировал таким образом что по большому счету не так уж много кода изменилась но изменилась изменился чисто архитектурный подход вместо того чтобы напрямую взаимодействие с неким хэш-мэпом мы абстрагировались из хэш-мэпа сделали просто статус-бокс реализацию которая теперь является для нас абстракции с которой мы работаем давайте это мы запущали и возвращаемся к так вот давайте мы возьмем сначала этот пример мы дописали да и мы мы потом его с ним будем сравнивать я буду на его примере показывать аналогии возьмем из нерзи кей он продолжаю это вторая ссылка после get вставлять следующая секция здесь пример на реализации каунтер мы его скопируем просто чтобы он был ближе то есть дальше тут много чего рассказывается в принципе есть расписано что почему и зачем но давайте на своем примере посмотрим что что и почему и зачем это у нас импорты из нерзи кей да это либо резда это либо рез в нашем статус-бокс лип крейте не разделе кей предоставляет много разных полезных вспомогательных функций для того чтобы интегрироваться с мир платформой мы его заимпорти заимпортировали теперь мы странный порядок действий мы создаем некий микро абстракцию с которой мы будем работать которая будет выполнять нам для нас роль такой себе кого себе хранилище данном случае это каунтер в примере из документации и для каунтера были потом реализации двух методов инкременты get count в нашем случае мы делаем мы используем статус бокс и мы хотим чтобы наш сторож был пока что будет обычный хэш мэп это все те же есть тот же код можете вы не перенабирать можете даже скопировать его просто для для порядка не прыгать не скакать я его уже как-нибудь сам перенаберу вы его можете узнать все ту же структуру и всю ту же реализацию статус бокс про инициализирует наш сторож пустым значением а вместо инкремента у нас будет сет месседж что мы там понимали юзерный и месседж то что ж такое все время забываю что я добавляю сторож мы миксер делаем здесь ничего не изменилось вот эта реализация она такая же как была здесь добавились только вираю выбирать дефолт вообще как бы классика жанра не не арбин джан это как раз вспомогательный модуль вот из ней разбикий и он нам реализует определенную магию в остальном здесь все осталось как было так что мы с этим можем теперь сделать ну давайте карга чек еще раз проверим что есть собирается ну пусть пока соберется я в соседнем терминале посмотрю и подсмотрю немножко команду могли тоже ее в какой-то момент для себя подсмотреть интересно где я могу здесь подсмотреть так чтобы не просто рояль в кустах был там-таран building building contracts basic instructions о прекрасно вот наша команда build это в документации про габилд target vasem 32 unknown unknown то есть мы будем компилировать наш проект под web assembly это вот здесь в левой колонке в блоке building contracts кажется уже все чекалась и чекалась но не сошлось option да опять не сошлось потому что я месседж планировать сайт слева building contracts секция ее плохо видно парам-пам-пам где тут 26 строка ожидали что я вернул стрим а я возвращаю туда амперсан стрим потому что я клонирую option вместо клонирования строки в ней да клон не клон так вот чек прошел давай я пробуем еще собрать я попутно еще комит сделаем это уже на гитхабе так правда здесь не сошлось статус бокс зачем сейчас здесь есть какая-то плянка где-то у нас документация видимо опустила одну деталь секунду я сверю очень странно сегодня где-то видел уже как код уже он нужен для сериализации сейчас секунду еще раз что что статус бокс сериал айсин на ци цифр это рекорд поэтам кинтун век а у 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 вот я Да, я добавил гитинга. Так. Так. Life coding, как всегда. Это нормально. А сколько вы только на расстоянии? А? кого я не считаю не не бьюсь об эти ошибки я их показываю потому что я я знаю как они биться и нужно как-то их читать вот здесь проблема еще в том что видимо языке у нас где-то обновился и перестали сходить определенные требования можно что я я я продавлю можно я просто не хотел катого цена сейчас пересоберем с 33 1 и и и и и почему сюда то есть я не вижу что он хочет сюда сюда досыпать я не понимаю зачем он написал бог с ним все равно так сразу и и и и и и и и добавлять отдельно нет он у нас экспортируется только только нужно ему сказать я секунду все есть и есть нужно Нужно. Спасибо. Какой именно код? Сериал Айси – это часть СССР. Сейчас я… Сейчас… 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 С­ Сейчас… Ар… Я потом разберусь сейчас, чем потребовался Serialize. Но вот таким вот образом он решается. Да, мы его досыпали ему туда Serialize. Он теперь умеет сериализоваться в JSON. Вот наш билд. Он нас собирается. И в таргет у нас теперь есть вазен-релиз, статус-бокс, вазен-файлик. Вот. И вот этот вот файлик мы можем загрузить на нель и после этого вызывать его методы. Для этого нам нужно сейчас самим зарегистрироваться. Вот сюда. Давайте я фамилик еще сделаю. То есть, его туда не нужен. Ребята, я добавил? Да, давайте добавлю еще людьми. Берут вазу. Банер. Я там добавил паник в дефолт. Мне нужен паник в дефолт. Я уже исправил и пушаю сейчас это бит. Уже запушил. Все изменения было добавить в service.realize и такие его добавить для нашей структуры. По неведомым мне причинам нужно было это сделать явно. Чтобы нам опубликовать это на NER, нам нужно создать аккаунт. Самый простой способ пойти на... Ну, во-первых, мы это сделаем сейчас на Testnet. И я потом расскажу, что это значит. Собби такой аккаунт, например, создам. Это volat.testnet.nih.org. Можете там тоже регистрироваться. Secure passphrase. Ну, пусть будет так. Все это увидят. Ну, да ради бога. Это Testnet аккаунт. Ваши... Тип-фейс лучше, так, конечно, всем подряд не показывать. Тип-фейс лучше, так, конечно, всем подряд не показывать. Сейчас будет в чате. Да, спасибо. Я сейчас его удалю туда. Спасибо. Ссылка уже есть в чате. Да, кстати, тут сразу какие-то... Чего-то создается. Это мой аккаунт. И... Теперь нам пригодится CLI, ссылка, на которую я уже давал до этого в чате. Можно сюда пойти через site.nih.slite.rs, и потом перейти в релизы и скачать либо бинарный релиз для своей платформы, либо стянуть проект. Это обычный раз проект, сделать карго-билд, как вам удобней. Вот. На тех машинах, которые здесь стоят, там он уже стоит. В общем, сколько у вас появится мир CLI. Вот. Вот. Видимо, я тоже себе скачаю лучше. Просто запустить. У него такой интерактивный режим. Так, это не так, это терминал. У него вот такой вот интерактивный режим, который позволяет много разных действий совершать с NIR платформой. Первое, что нас интересует, это логин. Выбираем testnet. Он предложит открыть ссылку или ее даже автоматически откроют. Нам это не нужно. У меня на машине. Нет. Ссылку. Нет такой ссылки, куда оплодить контракт. Вы вызовете NIR CLI. Выберите логин with wallet authorization. Да. После этого он выдаст эту ссылку. Вы пройдете по этой ссылке. У каждого будет ссылка своя. И нужно будет вести, подтвердить и потом ввести имя своего аккаунта. Сейчас подтвердить вот здесь на сайте. По той ссылке, которая у вас будет в терминале. Просто нажать next. Connect. Это у нас no workshop. Ожидаем. И после этого в терминале нужно повторить NIR Neutral workshop. 1 testnet. И получится вот такой вот успешный скрин, что успешно подключили наш аккаунт в терминале. То есть я прошел по ссылке и ввел аккаунт. После того, как по ссылке я закончил подтверждение всех шагов. Есть ли какие-то проблемы? У кого-то там застряло и вообще не двигается. Или можем двигаться дальше? Да. Ну, там будут другие чуть-чуть команды просто. Да, функционал там есть. Тот же простая команда сейчас. Ну, то есть в документации как раз там будет больше команд про NIR CLI.js на версии. Поэтому ты можешь следовать просто туториалу, который на NIR SDK. Я буду показывать, используя эту RUST реализацию, потому что сейчас еще всем нужно поставить Node.js и вот это все. Я решил, это будет сильно сложно. Это после чего? После того, как оно залогинилось, я написал процесс completed. Процесс completed. Ты видишь, вот такой же вот? А, ну это же у тебя просто терминал закрылся. Ну, например, просто Enter, да. Закрыть терминал. Сейчас file. Нет, у тебя уже есть file. Почему так получилось? Может, ты уже дологнился до этого? Нет, нет. Ну, в общем, он у тебя уже есть там какой-то, это ж не новый аккаунт, не новый? Новый, только что создал. Что-то. Как так? То есть, нет, теперь. Он говорит, что там уже такой file есть. Так что, если он такой есть, то как бы, ради этого, может, ты уже дважды не можешь починить. Можно, например, консольение NIR CLI.js. Ну, он есть, в общем, каким-то образом, он почему-то дважды, ну, в общем, работать будет. Он авторизовался. Окей, просто, я думаю, можно закрыть. Да. Окей. Да, NIR CLI, мы уже запустим. У тебя же запуска. Запуска? У тебя есть не опекула. Открывай. Запуски. Вегинар. Открывай. Ну, оттboro. Открывай. Об blurлень. Допziehand. Открывай. 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 Получилось? а вот а вот мы знаем из с половиной системы да, да, просто просто его нужно потом писать ну который не, 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 это просто имя аккаунта а, а зачем он не может не может а а а а а ты вот там вот шел вот 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 те кто еще не доделал успеют я думаю доделать мы как раз сейчас подводим к тому а зачем это все нужно сейчас я покажу что мы его задоплоить можем наш контракт нашу программу я потерял терминал секунду это не нужно это не нужно вот вот я нахожусь где я не там нахожусь это мне не нужно в статус-боксе у меня есть папки target папка wasm unknown чего-то там в нем есть release в ней есть статус-бокс wasm файлик вот такой файлик у меня есть в моей папке с распроектом это наш собранный бинарный файл напоминаю и теперь можно через nrcli выбрать добавить добавить новый код контракта сказать что да мы мы хотим простым путем идти yes keep it simple выбираем тест нет выбираем наш аккаунт тест нет базовым путь мы хотим его инициализировать подождите я я забыл один нюанс один нюанс я забыл добавить это маркер инициализации нужно добавить вот сюда нит наша нью функция должна быть отмечена нитом чтобы ее платформа могла распознать как функцию для инициализации а и и и а и и прочее прочее вот выбирать сначала это действие потом это не контракт да кого нет файлика а cargo build у тебя завершился успешно вазом файл появится после того как завершится успешно cargo build дэш-дэш-таргет вазом 32 и вот это все вот я только что в папке в папке вазом 32 релиз будет файлик я только что пушнул туда с и не там обновление и пересобрал у себя вазом файл я сейчас закончу с вот этим этапом покажу что она работает и после этого подойду проверю что у всех как бы на их этапах получилось дойти пройти эти все шаги мы должны вызвать функцию new параметры пустые по умолчанию все оставляем не трогаем и выбираем подписать транзакцию в конце кичей второй пункт меня нажимаем enter чего тут он говорит да там онлайн мод он все сам сделает все замечательно все сделалось а вот там получается когда я с той стороны я могу видеть это то у меня не будет как бы с онлайн модом и Продолжение следует... 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 21, конечно, как я и сказал, я ее положу сейчас в ридми. Метод getMessage, аргументы пустые, и finality пока что пустые, останутся такие. Так, на какие аргументы ему не подходят. В чем беда? Panic felt this was input from JSON. Продолжение следует. Сменим аккаунт каким-то, где будет написано user name, это user1. Но мы так здесь не можем передать, нам нужно передать в JSON в виде. И кроме этого, еще и нужно это в base64 положить. Ну, то есть вот прям вот настолько сырым интерфейсом пользоваться не очень удобно. Я его показываю скорее с целью того, чтобы продемонстрировать, что это можно сделать через обычный HTTP запрос. Но я сейчас покажу, как с этим гораздо более удобно, можно взаимодействовать через тот же CLI, например. Base64. Вот такую строку. Инвертировать. Base64. И отправить ее. на сервер. И получу я в ответ некий вот такой вот ответ, который я могу привести. И увидит, что ответ пришел мне null с сервера. Этим пользоваться невозможно, как вы могли уже заметить. Поэтому лучше пользоваться CLI или другими инструментами для JS, для Rust. Есть в библиотеке для того, чтобы делать эти запросы проще. Мы можем что сделать? Можем вызвать функцию. Вызвать функцию. ViewMethod на программе. Наша программа называется ForAllWorkshop2021TestNet. Вызываем метод getMessage. UserName. У меня есть такой вот пользователь. Просто я знаю, что он у меня есть. Не в моей реализации, а просто у меня есть на Тестнет зарегистрирован такой пользователь. И он мне говорит, что статус-месседж для этого пользователя еще никакой не присвоен. Но я могу пойти и от имени этого пользователя ... вызвать метод setMessage. Пока что мы реализовали вот это не очень хорошо, не очень удачно. Ничего страшного. Все-таки нет у меня ключа к этому аккаунту. А, здесь она не на этом компьютере просто. У меня здесь есть ForAll9, например. И, к счастью, у меня есть вот такая подсказка. Мне не нужно перенабирать всю команду. Она меня автоматически сгенерировала. ForAll9. 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 И изменения в базе данных на НИР успешно применились. В этом убедиться мы можем вызвать еще раз НИРСИЛАЙ. сказать, вызови функцию. Метод называется getMessage. Момент опять юзерней. И мы видим, что статус, что сообщение, которое мы там положили в базу, соответствует SD. И вот какая штука. Это не только мой аккаунт, и не только я сейчас это могу видеть. Это вы сейчас все можете уже увидеть мой статус на этом пользователе. Да, 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 на эксплорере можно посмотреть. Но даже не только на эксплорере можно посмотреть, а то можно посмотреть, можно вызвать такой же метод. Можно вызвать метод getMessage, и он действительно выдаст строку на SD. Что я говорил? Я наперла. То есть, вот эта вот вещь уже работает на серверах, и вам об этом думать не нужно. У вас есть база, вы с ней работаете, и все замечательно. Какие есть полезные штуки, и что это значит вообще для вас, для разработчиков и для пользователей? Вы не контролируете сервера, вам не нужно заморачиваться на тему, где все это запустить, у вас это работает. Второе, вам не нужно реализовывать некую систему авторизации, потому что вот эти аккаунты, которые мы только что с вами создавали через Wallet, они уже реализуют авторизацию, и вы пользуетесь криптографией, которая там просто подтверждает identity. подтверждает свою личность не на вашем одном сервере, не в вашем сервисе, потом в сервисе Пети, Баси и так далее, и в каждом нужно свой логин, и одиннажды зарегистрировавшись, вы своими криптографическими ключами автоматически управляете тем, что теми данными, с которыми мы взаимодействуем с платформой. А на платформе может быть много таких маленьких сервисов, реализующих разные нужды. Как он это восстановил? Он не может от вашего имени ничего сделать? В смысле сделать? Ну все же в блокчейне. Видно, какими приложениями я пользуюсь. Видно? И что? Это открытость, да, видно? Так, что хорошего? А что такое? Ну, это минус помогло, а не как плюс. А, что такое? Я, например, если не зарегистрируюсь на каком-то сайте, я не хочу, чтобы пользователи этого сайта автоматически получали все мои аккаунты со всех других сайтов. Хорошо, ну, если вы под одним именем регистрируетесь, то так же само вы сейчас выйдете. Вы зарегистрировались в Телеграме и в Вайбере под своим телефоном, правильно? Ну, например, в WhatsApp, в Facebook. Хорошо, что вам еще привезти? Ну, я не знаю. Ну, тут тоже можете на Волл зарегистрируть нового пользователя, хоть Бога. Ну, так, в чем-то такое вещество от того аккаунта. Есть один аккаунт без Google аккаунта, как бы, для любителей. Ну, хорошо, если не хотите, ну, то есть это возможность, это не обязательство иметь один аккаунт. Можно создавать новый аккаунт. Ну, и платить сколько в этом? Куда создание? Ну, там. 0,2? 0,2, да. Ну, меньше, чем надо называть, это просто... Ну, это уже, кстати, фото доллара. Ну, там есть, да, бесплатные фото. Ну, есть в этом определенный, действительно, вопрос, который мы тоже будем решать в том числе. Ну, да, действительно, мы одновременно секретографии, но для того, чтобы все раскрыть. Ну, как бы... Ну, как бы... Ну, как бы... Ну, так же, такая самодостаточная штука, но внутри блокчейна существует, какие-то токены внутри блокчейна там гоняют. То есть, в том числе, где не было бы и не было бы и не открытия в том числе? Там, где ты там, где-то, где-то, где-то акции, там, брокеры и прочее? Ну... Да. История припомнит такие... Слушай... Ну, как бы, ты когда вкладываешь на что-то, и все-таки занимаешься деньги в год, а в этом случае, какие-то синтализованные потоков, которые гарантируют тебе то, что никто прям тебя искула на поток. Ну, хорошо, если у нас там еще там вне РФ, много там, много там можно акций, тестов купить. Ну, все-таки, сейчас никто... ну, точнее, как... Дешевые площадки, они сейчас, значит, не занимаются тем, чтобы цифровать акции, тесты тоже. Ну, так а чем они занимаются? Какими-то, например, придуманными токенами, которые только внутри этого неара и существуют? Ну, площадка новая, как бы... Не, ну, то есть, так все-таки там будут акции Tesla или не будет? Ну, мой самый интересный. Друг акции Tesla нужно. Не, ну, мне какой-нибудь реальный актив. У меня не выдуманные там РФ коины какие-то, что там, Пулс коины какие-то. А чем тебе доллар это не выдуманный актив? Ну, за доллар я могу пойти там купить что-нибудь. Пирожок. Сегодня, но... Сегодня могу, а за нервничать, что ты... А за какой-нибудь Авроракоин так вообще не пойму, что можно сделать. Авроракоин, нет, за доллар я покупаю себе пирожок. Так что я просто сразу доллар не получу? Зачем? Не, просто мы сейчас говорим о какой-то инвестиционной ценности. Инвестиционная ценность акций Tesla есть? Инвестиционная ценность акций РФ есть? Инвестиционная ценность акций РФ есть? extreme. Инвестиционная ценность. Инвестиционная ценность? Инвестиционная ценность llegar на entrada. Инвестиционная ценность investment решет нем cents. Инвестиционная ценность вален especially the roses и году « доплачивать. Знаете компанию Rivian 100 миллиардов долларов стоит, по 135 долларов, еще ни одного практически автомобиля они не подарили. Вот это реально, как бы они упускают автомобиль. Амазон у них инвестор, они выпускают реальные электромобили, настоящие, древние, все, аккумуляторы, все, вот пожалуйста. Просто если на том же share, если на том же NASDAQ'е реальные предприятия хотя бы есть, то в BF «Финансе» не будет. Но а как они запорд 반 заяв? Я понял, как в этой бирже децентрализованной появится реальная компания- вз«реальная» нереально, тогда нужно определиться с терминологией, что значит реальное и нереальное. Реальное значит, я могу потрогать, а это реально. Да, какой-нибудь производитель чего-нибудь, производитель техники, производитель автомобиля, и как он может зайти на РФинанс? Нет производства, это вы в другую сферу, вам надо производство, где добывают золото, что можно поддержать, потрогать. Ну вот хочу поддержать автомобиль. Чипы какие-нибудь, это в Китае, там можно приехать. То есть на РФинансе могут быть только какие-то виртуальные сущности, которые только внутри блокчейна и существуют. Есть такое понятие, это большое, деривативы. Деривативы. Есть такое понятие. Этические активы, деривативы. Есть такое понятие, пузыри. Да, пузыри, вот это воздух, вот это мир финансов. Все пирамида, мир финансов. В сегодняшний день я обсуждал, не больно. Я держался как мог, не больно сказал того самого слова. Я просто пока в принципе не понял, зачем вот это приложение с нашими статусами городить на нейре. Наверняка есть какое-то там типа... Есть только было. Это вообще образовательная цель. Не, ну просто... Есть не цель, я вообще не хотел DeFi трогать. Пришлось всем. Ну да. Это DeFi не DeFi, как бы, но просто... Вот такой пример, мне кажется, ну просто берем на любом вебе. Если мы не хотим свой сервак, ну я думаю, есть куча сервисов, которые там за какую-то копеечку дадут там пазу данных на 100 килобайт и... типа... И даже какой-нибудь... Есть куча сервисов, которые backend предоставляют там от Google, а что-то Firebase, по-моему. В общем. Ну пока непонятно. Пока, если есть какое-то преимущество приложения в деплоид на нейре, пока оно не было озвучено. Значит, это как общий, да? Не, в общем, децентрализованность. Понимаете. Ключевая понятия. А где децентрализованность? То есть у вас это РПЦ не урорг раз в неделю лежит. И стеритонность имеется в виду. Так мы что-то только что без сервера хотели жить. А тут оказывается ноду надо поднимать, больше сервер свой уже поднимать. Стеритонность. Какой-то DNS-рандробленный, ноды, и все. Одна ляжет на другую. Ну что ж не сделали, что она только одна. Сделайте хотя бы штук 10. Ну их вроде несколько. Да, все что-то коннектятся к РПЦ не урорг, и раз в неделю общаться вопли о том, что акад вижу. Можешь вот я на американский включить, будешь на американскую много коннекции. А, классно. Ну, децентрализованность, по идее, изучает, что, как бывает. Сейчас своим юзерам скажу включать к VPN. Стервер не один в каком-то определенном месте с сетей фото в ДНК. А с определенным... Вот, скажи, пожалуйста. Ну так это я в обычном интернете всегда называю. Вот эти вот серверы, которые конкретные тест-нет, и там были. Подними, сколько они включают сейчас машин, какие? Что они там исполняют? Ну, если на тест-нет мало машин, но сейчас порядка... Ну, то есть есть валидаторы, которые производят блоки, обрабатывают допросы, а есть RPC, которые вот отслуживают и какие-то уроки получения, там, где-то конкретно. Какие-то секретные тюрьмы здесь строишь. Что это вообще нет? То есть, мне нравится. А, конечно, совсем ты не прав. Ну, по-любому, если ты на какой-то сейминг, на какой-то дофе, он вообще занимается красительной цифровой институтой. Там, садочка выделяем информацию, где там адреса, имя, фамилию, и потом он инкодируется с людьми врачейными, и ты как бы расписываешь конкретному врачейному, 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 только выкранную информацию. То есть, никто не сможет разрешение посмотреть всю эту информацию, как это технически находится в реализованной. Я, честно, не уникал, есть еще... На этой неделе были большие скачки импции. Он еще участвовал в больших скачках. Они все конкретно у вас, организации, обслуживаются. Вот эти RPC. Да, все. Даже не говоря о том, что с одной, с одной, с одной, с другой. Есть мандра, который не открывается, которая позволяет пользоваться в наших экспорах, в наших головах. Ну, короче, как в Монеро проще делать транзакции, как в сервисе, на нем наградить деньги и прочее. Ну, транзакции не отслеживаются, это легко, просто посмешивалось, просто, чтобы количество нас отслеживается. Но это не миксер. Монеро не миксер. Монеро не миксер. Монеро не миксер. Монеро не миксер. И тут опять же речь о реализации. На каком уровне реализации? Как получается? Да, бесплатно. Конечно. На Монеро это не все желание, и просто вшли кошелек, с утопки переб�� на другой. Кошелек, ты с утопки. И, конечно, может, превратиться тоже не получается. Манта, она, вроде, похожая, я приняла, что там криптография Похожая функциональность, там она позволяет не только перевозы, но и любые вообще-то наградчики. Вы не имеете отлованности, вы не просто слепо следуете и надеетесь, что там корректные данные. Протокол обеспечивает корректность. Но это будет не конфиденциальная информация, а информация, которая как-то связывается. Подтвержденная, что она не изменится. Конфиденциальность должна быть в такой системе. Конфиденциальность обеспечивается владельцем. Честно-честно мы никому ничего не передадим. Facebook называется. В стерилизованных платформах нужно прибегать к услугам криптографии, математики, zero-knowledge и различные направления для того, чтобы обеспечить уже определенный контроль и доступ по данным, математически доказуемым, а не просто честно-честно. И вот это все. Да, такой пример притянут за уши. Это правда. Сегодня я не собирался какую-то там суперистину. Но на основании вот этих вот вещей, сюда подставляя какую-то криптографию, мы это берем, сообщение шифруем, и ключи есть только там у тех людей, которые должны прочитать. На блокчейне лежит открытый криптографический текст. Он открытый, но он шифрованный, и пока криптография не взломана, мы это не читаем. Ну, для такого примера тоже уже есть примеры в обычном интернете. Даже мега, допустим, файлы шифруют на клиенте. И тоже не нужно верить серверу. Что? Мега ляжет, поэтому я ничего не смогу достать. Ну, блядь, это, корпорационеры отглядят. И ты достанешь. Он все еще достанешь, а ты сидишь, гляжешь, здесь не. Позже и трейлз, битк, и прочее. Вот, допустим, смотри, ты заблочил Юнислов и там пул засунул. У тебя Юнислов лег. Ты их дал, нашел рабочую новую эфира, к ней обратился, вызвал контракт, выявил себе деньги. Вот, да, я захожу, получается, вместо того, чтобы через браузер на сайте кнопку нажать, я должен там… Давай так, давай по-другому. Сегодня есть приватбанк. Возьмем 4 года назад, да? Приватбанк такой типа… Ну, знаете, кажется, нас тут национализируют. Кажется, денег не хватает. Давайте у вас на аккаунте будет ноль. Удобно? Удобно. Так а что, в Няре тоже половина контрактов не залочена. Что? Ну, те, которые нормально работают, залочены. Ну, какие залочены? У контракторов финансов залочен? Не помню. Ну, я, кстати, тоже не знаю. Это было бы очень наивно. И никто не хочет… А, наверное, он, кстати, даже залочен, потому что, когда первую версию похекали, они же перезаливали под другим адресом. А метапул залочен? Ну, иди проверь на Эксплору, там написано лоб. Нет, ну, я думал, тут кто-то уже сразу… А вот такой вопросик. Это все понятно, как бы, ну, я не знаю, просто уровень подготовки людей, там, это все базовые вещи, все ясно. Почему НИР, почему, допустим, там, НИКУСАМА, НИКОЛЬКО? В чем ключевое именно отличие? А что вы сравниваете? А валют, кстати, вообще не отличается. Ну, вот этот пример, вот этот пример, на чем-нибудь как-нибудь там по-другому. Почему именно НИР? В чем удобство там, принципиальное, ключевое удобство там… Вот этот пример, он, может быть, даже будет работать в условиях, там, приходов и прочее, вот, не пропланированно. Да, почему НИР? Он не будет работать на масштабах КИНИРа. Ага, именно масштабируемость. Да. А почему не будет на ПОЛЬКЕ масштабироваться? Потому, ну… Ну, или там ПУСАМИ, не важно там… Хорошо, на ПОЛЬКЕ вот эта штука будет масштабироваться с добавлением парачейна. Но… Да. Как только нужно будет взаимодействие между такими модульными системами, там нет кросс-шот. Ну, бриджи, бриджи построят. Ну, это… Это НКН нужно будет бриджи строить? Ну, это будет очень медленно и неудобно. А, да. То есть именно… Удобно, просто, но мы только что… То есть масштабирование, да, получается? Ключевое именно… И почему НИР – это масштабирование, да? Почему НИР – это масштабирование? Потому, что удобно. И вообще, изначальный МИР – не про МИР – не про блокчин. Ну, я… Все. Я начал это слово, да? Да, да, да. Я хочу как бы общую… Да. Понять… МИР – это про платформу, которая решает конкретную боль. Их много. Там Solana решает, все решают, все… Я не знаю, может, DeFi, пользователи что-то решают, но мы решаем больше для пользователей интернет. А, обычных. Да. Которые там… Которые даже не слышали и не хотят знать, что такое блокчейн. Да. Как это выражается? То есть какой-то… Специальный функционал… Ну, нет, не надо. То есть вот, например, страница даже Solana. То есть… Что есть НИРИ, для чего у меня нет? Да, оно работает, да, если… Solana не масштабируется. Ну, не масштабируется в каком плане? То есть она не сможет выделить там… Да, она не сможет выделить… Ладно, Elrong. Ладно, не Solana, Elrong. Там я не в курсе. Я уже как бы… А я в курсе. Я в курсе. По поводу Solana. Она вроде быстрая или о чем речь? О больших объемах данных? Да, в большом количестве. То есть там по определению как бы системы, если она не масштабируется горизонтально, у нее есть… Это речь про шардинг, конечно? Да. Шардинг, база данных – это ключевая возможность, которая определяет, будет это возраст, или он умрет, в какой-то момент. Или это будет какая-то шардирована под банком, и она будет типа ходуку, и она переварит все что угодно. В данном случае Nira – это что, то есть по ходуку, да? Ну, где-то там. Ну, то есть понятно со своими… Пока не поломается. Знаю ваш ходуку. Может, не лучший образец для отражания? Не лучший. Не лучший. Подрочишься, потом он что-то делает. А… Виндарь. А вот… А что такое Nira имплементирует, за чего он очень масштабирует? Он реализует в своей основе дизайн шардинга и не ограничивает выполнение вот этих функций одной транзакции, одним блоком. В остальных блокчейнах вызовы не могут быть… Они ограничены временем производства блока. В Nira можно вызвать транзакцию, вызвать функцию, которая вызывает другую функцию, которая вызывает третью функцию, четвертую функцию внутри блокчейна. И это будет происходить прозрачно для пользователей, для разработчиков. Вот, в первую очередь. И будет просто масштабироваться автоматически по… Я имею… Вы имеете в виду, что как бы она не будет… Она будет вне блока? Она будет в следующем блоке включаться, в следующий вызов. Ну, вроде бы в саванне есть тоже такая вещь, что не все транзакции сразу кидаются в блок, а как бы может… Это называется off-chain. А откладывать вот… Нет, ну это будет все еще в рамках одной транзакции. То есть транзакция, она выполнена целиком. В ней выполнение транзакции, оно разбивается на… Может разбиваться на кусочки… Я имею в виду, что ли, а синхронная вода… Синхронная вода… Синхронная вода… То есть… Кладовым наведом будет. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а вот… Что там вот формирует основное вычтительное навык? И так можно назвать функции, 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 цель-дочкой. То есть, получается, можно сконфирировать какое-то там… У вас приложение на расте, оно может быть достаточно тяжелым. Да, оно может быть даже загрузить, может даже несколько тяжелых. Если будет запущена какая-то конкретно связанная… Ну, несколько пунктов, цель-дочкой, да, то она вся должна будет запустить какие-то, да, на каких-то, условно, серверах сети. И одна транзакция, говорят, может там миллисекунду, да, сфакция, ну, генерироваться. Одна может там 10 минут. Да. За счет того, что будет выйти… Правильно? Да. Ну, а за… Это как-то… Ну… У нас… Особенность такова, что… просят на вебкам переключиться, там, наверное, на 20… На вебкам просят переключиться. А, она показывала вот эту камеру. На телеграм-чате написали. Ну, у всех… У всех… Что у всех мелкоюбно. Я не знаю, что… Что я думаю, как бы… Я… Я крупнее всех не могу сделать. Вот. Ну, может себя крупнее? Ну, да, себя как не могу. Куда куда-то переместиться сейчас… Что-то видно было в расчете. Наверное, вот так вот. Дай вопрос. Что-то на себя уже набрали. Давайте… На текстовые вопросы я отвечу текстово и потом в чате. Скопируйте их, пожалуйста, по телефону. Я прям на все отвечу. Давайте, чтобы это не превращалось в балаган. Очень сложная логистика. Прошу прощения, но по-другому просто невозможно. Так. Теперь я возвращаюсь к мысли. Знакомиться? Конечная масштабираемость. А? Решардин. 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 Попроси. Жми мелкий Влад. Проблемы. Я не знаю, что там… В целом децентрализация… А, все вспомнил в ходе. Не нужно применять блокчейн к уже решенным проблемам. Вот так. То, что люди вот приходят и говорят, вот у меня есть мой интернет-магазин, он мне показал прекрасно. И ответ здесь – не используйте блокчейн, у вас все отлично в жизни. Не надо. Где блокчейны имеют смысл применения? Это там, где проблемы не решены. Да. Где проблемы не решены – это в местах, где есть проблема… как раз… Доверие. 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 В таком примере… Ну, какое доверие? Ну, это чисто демонстрация авторизации и можно привязать аккаунты, которые есть в системе, к сообщению. Ну, все. А в… ну, например, геймдев есть множество разных игр, они между другом никак не связаны, но у них есть какие-то внутриигровые элементы. стены, орудия, еще что-нибудь. И их можно, например, внутри игры передавать. Но только внутри игры. А я имею в виду, что для этого, наверное, делаются стандарты? Что делается? Ну, существует такая вещь, как стандарт. Хорошо, стандарт, да. Хотя бы если блокчейн тоже могла быть стандартом. Ну вот, да, блокчейн, как раз, и будет являться стандартом, через который можно осуществлять операции, доверие к которым нельзя переложить на какую-то одну фирму. А, вот… А вот… А вот… Есть такая… Marketplace очень огромная. Название… Steam. Да. Вот хорошо. То есть, если ты не в стиме, то ты не зарабатываешь. Да? А если ты в стиме, то ты можешь интегрироваться интерфейсами, а если ребята там забанят, то тебя забанят. И ты не будешь больше получить триггер с историей. А может забанят все твои игры. Как просто… А, вот… Ты целиком не набраешься. Спасибо. Недавно забанили, получается, весь класс этих игр с как раз такими интегрированными получениями. Угу. А в стиме… А сейчас мне дают… Стандартизация… Пока… Вот, вот смотрите… Ну, вы уже сейчас, да, как бы… Таких… Уже начинают бороться с… Стандартизацией… Вот… С администрированием. А… Возможно… Но это не точно… В стиме просто есть функция тейдинга… С собственной. Возможно, да. Она берет свою комиссию, естественно. И вот… Им это не понравилось, наверное. Делиться ж не… Ну, конечно. Ну, то есть… Так. Еще один момент. Это немножко вот уже вопрос. Дорог. Нужно платить за все. Да. В стимеизованной системах. К этому и нужно как бы перейти, поменять подход. Потому что сейчас веб… Такой себе бесплатный. Но бесплатный сыр, как известно. Только мышеловки. Поэтому сейчас продуктом являемся как бы… Пользуясь бесплатным сервисом. Ну, на нас где-то сейчас или еще не наживаются, или уже наживаются. В Фейсбуке уже наживаются. В Телеграме еще не наживаются. Ужнаш. Да. Регламу запускают. А я имею в виду, что Телеграм изначально планировался как такой быстро растущий… Ну, конечно, планировался. Ну, любой стартап, он планирует какой-то там… Ну, так… Инвесторы не будут выкидывать деньги без четкого плана, откуда они будут получать потом деньги. Нет, я имею в виду, что всем понравилось, так им очень здесь тепло и приятно, тихо и никто не берет деньги. А дело в том, что они просто специально никого не берут деньги и тратят огромные суммы, чтобы набрать чем много пользователей. Телеграм. Ну, вот там… Начинать сразу с платного сервиса, очевидно, будет очень сложно привлекать новых пользователей. Но, как уже показана практика во многих сервисах, которые вводили резко оплату за свои вопросы, ну, они тут же и падали, количество пользователей, но выгребали за счет того, что… то еще оставалась какая-то масса людей, которые или без раллибиции, или не субважна там эта сумма оплаты, или у них уже много связей, и они уже за это платят. Но если на блокчейн можно построить окупаемые проекты с первого дня, если будет подходящая база. Мы считаем, что с нейром как раз можно построить эту базу, когда можно выйти на сайт. Автоматически все… Мы автоматически сейчас пользуемся вебом и получаем HTML сервера и его рендерит браузер. Также автоматически какая-то часть награды за то, что эта информация была предоставлена, будет сходить разработчикам на поддержание этого сервера. Я что-то не очень понял аналогию. Если брать Телеграм, который долгое время там существует чисто наличные средства Дурова и, допустим, наш новомодный веб 3.0 сервис, который с самого первого дня будет брать какие-то копеечки там в ней, это ж популярность такая быстрая не пойдет. Не пойдет популярность. Ну… Я не обещал бы… Так это же совершенно другой уже проект будет. Ну, это как бы не аналогия просто. Я не говорил аналогию. Пытался привести аналогию к Телеграму. Ну, тогда я просто не уловил мысль, значит… Да нет. Я проводил аналогию с вебом, что вот есть веб бесплатный, и он превращает нас в продукт. Но если сделать веб, который будет честным, всех участников сети будут… Прозрачный. Своя мотивация… То он будет очень медленно набирать популярность. Он будет очень медленно набирать популярность. Ну, тут акцент на очень медленно а не на набирать популярность. Хорошо. Хорошо. Очень медленно. Ну… Окей. Ну, вот, насчет… Я считаю, что он не будет очень медленно, честно, но… Такой вот веб веб будет набирать популярность, но… Другие способы применения веба, они могут быть… Если они будут решать проблемы, которые для этого никто не решал, то они вполне себе будут популярны так же, как обычный веб-сервис. Ну, это, кстати, еще большой вопрос, потому что если сейчас нужно 2 доллара заплатить просто за вход, то потом это будет 20 долларов. Не будет. Если он наберет популярность. Не будет, потому что это просто стейк. Просто стейк – цену для платформы. Они… Ну, цена 0,2 неюро, правильно? Она зафиксирована. Нет, не зафиксирована. Это… А кто ее задает? Это storage. А кто ее задает туда? Нет. Ну, то есть она не меняется? Или она меняется? Она уже упала. А как определяется, какой алгоритм? Окей. А на Нире нет схожей системы рантайм-авдейтов, как на Substrate? Есть. Ну, протоколы break происходят с анализом. А вообще нет каким-то образом связан с Substrate? Нет. 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 Нужно их подавить? Нет. У нас есть какие-то… Когда-то были какие-то кусочки Спирити реализации, но это было очень давно… А почему не используется, потому что все готово и протестировано, или это как-то нарушает децентринг? Шардинга нет, без шардинга очень просто сделать, с шардингом все очень сложно. Ну и вот эти runtime updates, они с шардингом работают? Да, мы недавно обновили количество шардов. Шардинг был реализован как дизайн, был реализован в начальной версии протокола, что вот можно запустить сразу 10 шардов, но не было реализации перехода от 10 к 20, от 10 к 5. Поэтому, когда мы запускали не сеть, мы запустили один шард, потому что нагрузки не было, не было смысла просто в холосту гонять систему. И второе, есть определенные трудности, которые мы еще экипажили после запуска одного шарда. Сейчас мы запустили уже 4 шарда, реализовали переход от одного к 4. Самый сложный этап – это перейти от одного к хотя бы двум. Вот Ethereum, чтобы сделать это, они уже 5 лет обсуждают эту всю систему. Топрут сколько обсуждают? Топрут биткоине сколько обсуждают? Ну, я же говорю, это самая сложная задача. 2017 года. Если ты ее не заложишь в основу, все остальное, ну, не имеет смысла. Мы бы оказались в той же просто лодке. А это не то, что мы хотели делать. А вот, значит, по аналогии со Steam, то на Marketplace есть, получается, как бы, Steam – это основной Marketplace и еще его конкурент Epic Games, который есть свой Marketplace. Такой. Наверное, в блокчейне, то разработчики просто бы пошли и сделали бы брыджи между ними, но так, наверное, компании никому не разрешат. Непонятно, да. То есть, это начинается вопрос, там, политический и бизнес, там, интересов. Кассаж где-то должна быть вот здесь, а ты предлагаешь этому кассиру поделиться с вот таким кассиром просто так. Незаинтересованный, словно. Возможно, они больше не выиграют, если они начнут с собой делиться. Ведь вы не выиграли в сумме, возможно. Чтобы и обдували все вокруг себя и стали на нашу листку. Ну, Лена Югун, это, как бы, есть такая вещь, как WebToken, что позволяет использовать как бы одну криптовалюту в другой криптовалюте. Как бы, хотя это происходит на другой криптовалюте, все равно, наверное, первую криптовалюту получают культуру. Пока не надеюсь. Надеюсь, надеюсь. Надеюсь. Я не знаю, честно говоря, как это проработает. Можно технический вопрос? Да, давай. Что сюда писать? Здесь диплоил контракт. Сейчас. Нужно было выбрать, ну, теперь ты можешь отправить Key, но там был вариант выбрать Key Store. Окей. Кнопки назад тут, конечно же, нет. Прискорбно. Ну, можно. Ctrl-C и по новой. По новой, понятно. Это же все по новой надо. Чего есть? Да. Такие вопросы пока нет. Это неизвестно. Интересно. Мы написали, что тут от Usbox, чему мы и идем? Написав, что от Usbox я хотел продемонстрировать, что на Все про все ушло не очень много времени, мы получили децентрализованную систему, наше приложение теперь децентрализовано. Условно децентрализованно. Централизованных систем полностью не было. Ну хорошо, да, пусть будет. Условно. Сложный термин, давайте не будем в абсолютном возводе согласен. И мы попробовали пару примитивов, с которыми можно взаимодействовать. Какие вопросы можно решать с этой системой, приведенной в университете утопии, это та же история, что у нас нет единого органа, которому мы можем доверять. Мы не доверяем государству, чтобы оно ввело какой-то учет рейтинга, социального рейтинга. И мы не можем доверять какому-то одному человеку или другой стране, или еще кому-то. Ну нет, даже назвать не можем этого держателя прав, поэтому нам нужна какая-то такая система, которая бы позволила нам иметь такие распределенные гарантии. И про антиутопию как бы с одной стороны не хочется говорить, потому что это точно не тот мир, который я стремлюсь. Но он интересен тем, что поднимает проблемы, определение, кто же заинтересованные стороны. И вот, да, даже при том, что есть заинтересованные стороны, даже в этой антиутопии сами пользователи, как бы отчасти заинтересованные пользователи, они хотят получать, ну, какие-то куда-то студии, или, причинам, больше, чем другие люди получают, ну, или что-нибудь в таком случае. Ну, это как раз такая себе проверка. Проверка жизнью системы мир на то, что мы масштабируемся на масштаб мира. В чем вообще идея? Есть Ethereum, достаточно популярная сеть, и мы понимаем, что там сейчас очень много проектов запрещено, там очень много разработчиков, там большая своя система, и конкурировать особо нет смысла, потому что дезинтрализация не про то, чтобы вытратить, не вытратить на как раз рынок, а совмещать и иметь какой-то общий интерфейс. И Aurora — это проект, который построил мост, связующий такое звено между сетями Ethereum и Ethereum, который бы вызвал функции одной сети, можно было бы доказывать, что это произошло в другой сети, и таким образом передавать какие-то сведения, данные. Какой пример может быть? Это на стороне Siri мы можем реализовать наше приложение, которое будет покупать какие-то… Ну, там много DeFi, то есть если вы знаете, или вы знаете, то есть это centralized finance направление, когда, по сути, вот такие вот приложения реализуют финансовые схемы. В частности, это один из простых примеров, они можно реализовать в приложении, это один из простых примеров, которые есть, типа положить, не так, mint, создать новые монетки из чего-то другого, из какого-то другого актива, передать эти монетки кому-то другому, или сжечь монетки. Ну, вот, свидетельство мира – это напечатать на станке, поменяться с кем-то, сплотить за какую-то услугу, или, ну, порвать бумажную. Вот три таких действия. Можно реализовать программно, и вот таких вот проектов очень много на… И вот есть желание такие же приложения перевести на них. Что мы можем сказать? Давайте, представим, да, есть такая потребность. Монетку, которая называется доллар на эфириум, передать в приложение, которое тоже работает с этими монетками, на стороне нет, и при этом сделать это надежным. Если мы можем поступить таким образом, давайте я вот честно-честно сожгу, ну, порву свою монетку, там, купюру на эфириум, они зовут от меня Bird, а вы мне честно-честно напечатаете одну монетку на миру. Ну, то есть это две независимые сети, они друг от друга ничего не знают, по-другому они взаимодействовать не могут. Мы можем только вот создавать вот такой подобный интерфейс, здесь мы уничтожаем, а здесь воссоздаем. Но кто же будет вот этим вот доверенным лицом, который проверит, что мы там сожгли, и нам таки выдаст? Atomic Slop. Atomic Slop. Atomic Slop, децентрализованная система. Дубая. Ну. Условно децентрализованная. Условно. Да, добавляем. Какие есть подходы? Может быть, лицо какое-то, ну, или компания, которая будет просто со своей репутацией говорить, что ну вот давайте вы нам, ну, иначе, веб-сервис, вы нам один аккаунт, другой аккаунт, и мы вот увидев, что вы тут сожгли, выдаем вам там что-то какие-то токены. Ну и делать нельзя. Ну, это опять мы вернулись к корню из единицы, и проблема все там же, с доверием, и мы не решили. Аврора построила вот этот вот мост на принципах криптографии, доказуемой криптографии, что мы подтверждаем, что определенная операция произошла на одной сети, программно доказываем, что не будет сети, и мы можем реализовать определенные программы, которые обеспечат нам создание, печать новых токенов на другой сети, когда они будут получать информацию, что там эти токены были сожжены или залочены. Можно? Да. Почему вывод из Авроры в сеть эфира через Грендбл Бридж занимает до 15 часов? Это специфика работы протокола этого? Это специфика работы сериума. Чтобы доказать, что что-то произошло, и финализация транзакции – это бесконечная величина. Ты никогда не можешь создать. А когда эту транзакцию, никто не сможет исключить из сети. Но если пополнять тоже какую-то централизованную биржу, там обычно требуют больше 10 подтверждений. Почему именно Аврора требует целых 14 часов? Ну, видимо, где-то контролируют свои риски. То есть только из-за этого? Да. Мы экспериментировали, мы можем опустить это за 10 минут. Ну, один блок. Окей. Но, как показывают наши, запросы от людей, которые пользуются, они не готовы пойти. Но так его не рисковать. Да. В обратную сторону, там, по-моему, 3-6 минут, что такое. Проблема, что что-то, когда что-то происходит в эфириум, это не обязательно произошло. Потому что это может... Это еще один как бы вопрос, но почему нет. Потому что тут 3 секунды, ты точно знаешь, что никуда не денется. Оно уже финализировано. Для? Нет. А, ну, понятно. Одна секунда, и уже изменения видны. Три секунды, и их уже никто не отменит. Да? Три секунды, и ты читал, что смарт-контракт, а, видят их код. Разрастется, да. То есть, как бы, все настолько позрачное, что перед транзакцией проверяют код на то, что он будет делать. Ну, в этом мире, что с золотом нужно действительно проверять, это взаимодействие с контрактом. Это вот достаточно неудачное слово и удачное одновременно, с моей точки зрения, контракт. Потому что, ну, из обычного мира, ну, используемся контрактами, дописываем документ, который говорит, мы действуем в соответствии с такими-то условиями. Вот есть какие-то стороны, вот они так обязаны выполнять свои обязанности. И программы на блокчейне, у них есть название смарт-контракты. Умные контракты, программируемые контракты. Поэтому их тоже нужно перечитывать, так же, как их нужно перечитывать обычные бумажные контракты. Ну, я же про это и говорю, что перечитали, ничего не нашли, и вот доказательство того, что куда токены... Ну, ну, перечитали, перечитали раз, перечитали... Ну, то есть это все человеческий фактор. Можно перечитать, да не дочитать. И оказаться, что... А машина ведь может читать. Машина может читать. Ну, машина выполняет эти код, она без проблем. Она как раз проблема в том, что машина может выполнить больше, чем человек думает, этот контракт позволяет. Да, проблема в том, что у нас залоченные контракты, в нем баги, и все, как бы уже даже фикс не выкатишь. А, и другое дело. Есть направление, ну, целая там статализация в сторону обредудования общественных контрактов. Здесь беспокоят. Ну, в эфире не знаю, в мире у нас есть вполне обсуждение, как сделать обновляемые контракты и все эти инфрации. Ну, не знаю, к чему придете, но пока звучит, как два взаимоисключающих параграфа. Ну, да, 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 да. Смотрим, и то ли, но... Многие вещи... Раст — это тоже... Ну, если получится, будет интересно. Раст — это тоже взаимоисключающая, как бы... Производительность, выразительность и безопасность. Выберите три. На это выбирали два. С Растом выбираем... Ну... Это хотя бы не звучало настолько невозможно. Для кого-то 50 лет звучало не очень возможно. А вот... ...все прочее. А раз они прозрачные, то это означает, что они на чем-то должны быть написаны. А на чем они написаны? Я имею в виду, что твоя идея, ведь человек получает, что ли, вазом бинар, типа не читает? Нет, ну... Ну, обычно просто в сердце публикуют, и нужно сбилкать, и сравнить бинарии. Выбирает исходный код. И инструкцию, как получить ровно так больше в бинарный файл. То есть какую версию компилятора используют, какую платформу, обычно докер-файл. Докер-образ используют, в котором дефиксированы все системные кодики, и тогда, скомпилировав тот же код, тот же исходный код, и ты получишь тот же код в бинарный файл. А, ну, то есть, получается, если круткие скопили, эти сердцы, получится, что они хоть на кое-то, ну, хоть на один бит не совпадают, означает, что как-то он... А что-то там не дописали. Ух ты. Какой конец. Почему мы отошли от темы, мы же хотели написать систему вот этого соцрейтинга, почему мы переделали? Ну, мы сделали социальные статусы, статусы из социальных сетей. Ну, смотри, было бы сложнее просто вот вести тебе, ну, да, вот, примет, поэтому я решил... Ну, просто он более, как бы, репрезентативный для меня. Теперь, имея, как бы, понимание, ну, вот этого примера, я вам скажу, мы просто используем социального реализации этого конкретного рейтинга, и вы просто почитаете. Это вообще, кстати, кликбейт был, я пришел сюда за этим, за социальным рейтингом. Писан, где-то там почитать. Что именно там так, ну, вверх кликбейт, за счетом, ты говоришь, я работал. Мы поняли. Просто пример хороший. Пример хороший, я поэтому и не купил его. Ну, я просто понимаю, что... Ну, даже... Там много... С рейтингами, в принципе, всегда очень сложно. Как считать рейтинг человека на основании рейтинга, в котором ему дали. То есть, если у меня рейтинг 5, я тебе даю 2 балла, ну, там, 2 балла, а у кого-то другого рейтинг 2, он дает 5-ку, какой будет финальный рейтинг? А можно, как вон такси, ставишь водителю 2 балла, а ему потом суппорт до 5-ти твой отзыв поднимает. Ну, я не знаю. Ну, я знаю. С пятеркой ставит 2, надо ставить эту 2-ку, умножим, но это продолжим до какого-то функции. Надеюсь, что это будет 5-5, и это будет как раз так. Да, и аналогичная ситуация обратная. Ну, коэффициенты УИФА-таки работают. Ну, там много-много разных. Если ты проигрываешь сильной команде, не занижать, а если ты выигрываешь сильной командой, по тебе-то... Ну, как соревнования по шахматам, если помните, то же, все зависит от того, какой разряд спортсмена, и, соответственно, спортсмены высшего разряда, это больше, что тебя меньше бьет по тебе, чем больше спортсмены низшего разряда, если помните, какой разряд для соревнований. Я же там, как бы, есть... Так, вроде бы, все люди равны, но как-то надо их пункт поаранжировать заранее, не иначе. Тут вопрос просто начнет очень много. Много спорных моментов, может быть, вот прям здесь можно обсуждать, а вот как правильнее, а какой коэффициент лучше, а больше нет? Ну, здесь, как бы, ну, совсем... А тут спорный момент, как защититься от того, что я просто сейчас зарегистрирую тысячу аккаунтов и солью кому-нибудь карму. И такой вопрос есть. Ну, то есть... Или в интернет по паспорту. Ну, то есть... Проблем масса. Вот это именно антиутопии, которые я продолжил. Просто тебя не видно. Сейчас я их не вижу. Давайте я так сделаю, чтобы меня видно было. Не знаю, давайте будет маленький, но все. Нормально. А можно, чтобы меня было не видно? Не видно. Не видно. Просили ш... Я туда перемещусь. Будут маленькие, да, маленькие. Ну, зато мне... Так, главное, чтобы было слышно. Ну, да, да, да. Сколько сейчас всего проектов в этой системе? На данный момент. Вообще не считал. Ну, там, типа... Ну, там, порядок, там, 10-20, что? Сотни. Сотни. Ну, там, одни фигуры, наверное, с нескольких десятков. Серьезный край, типа Авроры, которые решают какие-то задачи. Реальные. Это как реальная компания. Я считал, что такое, наверное, вот прям... Какие? Прям серьезные? Вообще... Я очень, честно, не слежу за этим вопросом, но... Тот, который уже показал себя и уже отработал, и прям... Можно по нему выводы строить. Один. Это Near Crowd. Это то, с чего начинался, собственно, Near Startup. Машинообучение. Мы хотели собрать данные. Что это Near Crowd? Сейчас подойдем. И нам нужно было собирать данные для того, чтобы запускать машинообучение. И мы привлекали людей, и нам нужно было много кода собрать. Мы научили машину программировать. И, соответственно, это не просто вот люди с улицы. Нам нужно было там олимпиадников или еще кому-нибудь, ну, инженеров. Чаще студенты, у них есть время, не заняты. Вот мы их привлекали, они с разных стран, и нам нужно было как бы у них что-то платить. А еще нужно было, ну, это раз проблема, операционные стоимости просто этого всего. Мы не хотим, чтобы критики. Человеку нужно 5 баксов переслать, платишь за это 50. Кроме этого нужно еще следить с каждым контрактом, заключать, и вот это все дело. Второе, потом начались истории, нужно же как-то это, ну, всегда будут пытаться обыграть систему, отправить не решение проблемы, не правильный ответ, а просто мусор. Поэтому появились роли review, а с reviewer еще можно договориться, вот там review, и там мы начали с такой вот системы. И построили как бы без блокчейна сначала, и это вообще не работало. И в плане оплаты, ну, просто операционные как бы вопросы просто не решали. И Near Crowd, это проект, который запустился с подобной проблемой, с сбором данных под машинное обучение. Там задача чуть попроще, нужно было картинки описывать, что на переднем плане, что на заднем, что в общем, о чем картинка, ну, там фантазия, вот, и они запустились, и реально люди на Филиппинах во время ковида, когда туризм, так сказать, нагнулся, и решали эти проблемы, задачки размечивания данных и зарабатывали денег. И реально для кого-то было определенным шагом в целом, они потом связывались, дальше пошли в интернете, плотно работать в интернете, но один из таких. А может, какие качественные данные собрали? Ну, я не отношусь к этой компании, Near Crowd, я ничего не знаю, как бы, но они недавно закрыли, как бы, много подпроектов, уже набрав достаточно данных, по их словам. Что это значит, я не знаю, но я знаю, вот такой там. Нет, мы этим занимаемся. Ну, да. МР, да. Пока Google подсовывает нам капчу, люди тут, короче, блокчейн делают целый. А вы чем непосредственно занимаетесь? Я лично? Лично вы, да. Я веду несколько направлений внутри них. Explorer полностью я написал. Важная штука. Да. И интерфейсер. Бэкэнд на Расти. Там, Фантисис и Мнаджесси. Нерси Лай, которым мы сегодня пользовались. Вот я и вот человек с вами сегодня, который написали такие слайды. Что еще? РПС, розет, РПС, фрессон РПС. И поддержание это в состоянии не с точки зрения, не как сервис, а обратная совместимость. Чтобы не ломалось. С новыми релизами пролегаем. Индексер. Не знаю, то есть это уже такие более детальные. То есть деграф построен на индексе. Деграф чуть более... Деграф я знаю. Хорошо. Вот они построены на моем индексе. Да я там с самого начала, с самых истоков. Ну то есть я немного больше в инфраструктуре, нежели в таких сервисах, которые можно назвать. Ясно. Ну поэтому да, там с контрактами я как бы, ну поскольку я там участвую в дизайне, знаю как они пишутся. Ну да, вот там, почему лист сервис нужен, я не знаю почему нужен, ну нужен, ну прикрутили, ладно, едем дальше. Всего не узнаешь, ну не помнишь. Такая-такая история. Такая история. А вот, конечно, это не столько книг относится, а вообще это было в фильме, я не знаю. А вот так вот, смотря на развитие фруктовалют, у меня появилось такое ощущение, что в будущем фруктовалют заключается в том, что в Кирто, ну как бы дополнительных подростках. Ну то есть они используют блокчейн для других целей, а не как криптовалюту. Ну, они используют криптовалюту, чтобы были валютаторы, но, кстати, они всё прорачивают как раз для сторонних целей, как они энергетики, я вам скажу. Если для того, ну как именно валюта, я не очень люблю, чтобы это использовали. Я не совсем понял вопрос, я услышал любое предположение. Предположение, да, о чём вопрос не сильный. О чём вопрос, ну он предполагает, что вообще закончится как валюта и останется просто как способ реализации каких-то построенных функций. То есть бум вокруг валюты исчезнет, а останется вот система валидации, которая как-то... Нет, я не про то хочу рассказать, я говорю про то, что будет криптовалюта, но валютные свойства будут только использоваться, чтобы платить валидаторам. А сама криптовалюта... За поддержание платформы? Нет, сама криптовалюта использоваться для сторонних целей, как GameDev, Dao, ну как бы... Ну, для этих целей появились FT и NFT-токены, партизация... Да, да, да. Ну, я просто думаю, что у нас там вылилось. Ну и к тому, что смысл спекуляции пока наследия. Это оно будет привычное и не будет много. Нет, криптовалюта вечна. Ну, она будет высокая криптовалюта. На валюты никто не будет использоваться. А, как средство платежа? Да. Ворот. Загнется все остальное и останется только... Да, да. Все большие шлифы. Да, это цель. Ну, нельзя будет пойти в сухгазины и дать... Но внутри какой-то системы всегда может быть заплатить за условия, да? Ну, да. Ну, да. Ну, как на венде или, например? Ну, оно не... Это какая-то система? Эко-система. 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 Вот у нас есть, например, медицинские сервисы, да, в которых есть. И своя крипта, и токены, и так далее. Да. Да. И если... Да. Вот. И, скажем так, ты этой криптой не сможешь заплатить, как кому-нибудь. Вот. Но внутри этого сервиса ты сможешь какой-то судить. Да. У меня всегда будет интересоваться. Это, конечно, мой дел очень... Ну, это, типа, говоря, лаборатория, которая принимает анализы, лаборатория, которая обрабатывает анализы, какая-нибудь там поставщика мусорных шприцов, да, имеете в виду это? Да. Если очень, если очень кратко говорить, то, если кто так мог, есть анализские данные, да, это очень коротко расскажу, да. Ну, у многих там есть фитнес-бросеты, и так далее, и так далее. Все данные собираются, и продаются даже. Вы даже не знаете о том, что они... У рынка 80 миллиардов, долларов. Наша система позволяет эти все данные собирать, вот, и после этого к вам напрямую обращаются, естественно, компании, которые заинтересованы для этих данных. Ну, это очень долго рассказывать. Да. Я понимаю, что собираете данные, я понимаю, здесь вы, как говорите, что вы, как говорите, что вы, как говорите, что вы, как говорите, что вы, как говорите. Вы поймаете, вот как раз тут... Мы можем уйти в философию, но, смотрите, вот как раз проблема, да... Мимо репрессивных... Вам нужно опять же... А, причем... Нет. Вам же 5 долларов, когда мне причислить, а стоимость, вот так, 50. А, просто из экономии... Так это логика. Ну, это история про жуков, которые продают Японию из Минесуэла. Слышали, да? Они создали собственную криптовалюту. Фирма по производству, по выращиванию жуков в Минесуэле. Создала собственную криптовалюту для того, чтобы торговать жуками в Японии, потому что каждый японский покупает максимум. Руку словно говорят, а то 5 долларов, и нечего... Ну, комиссия заотраза. Да, да. И выбивательная комиссия из Минесуэла. Они вынуждены были придумывать криптовалюту, чтобы торговать. Одна ферма. Одна ферма просто. Понимаете? Машина обучения там же. Люди приходят, одну-две картинки решили, так сказать, разметили, поняли, что не анон. Но им все равно заплатили. Но почему нет? Так почему вам нужно платить за год подписки для того, чтобы послушать две песни? У нас в этой системе есть сервис, который делает этот стриминг, прослушивание музыки и стоит две минуты. Хочешь на минуту захватил, послушал минуту. Все. Это где такой сервис есть? А там есть музыка? Я не знаю. Я не знаю. А какая родица? Довези ты нижний. Вам не ключи и слушай. Да. Музыки они не заработают. Ну просто серьезный вопрос. Мне кажется, что все вот эти там правообладатели, те, которые реально правами владеют, они, в принципе, там и наткнули на это. Я не могу слушать музыку на ютубе, чтобы поднимать прослушивание на ютубе. Которые могут свои деньги туда заливать в платформу. Ну есть такие. Они сейчас спокойно там продают или просто раздают даже. Ну некоторые недовольны, допустим, если это ютуб, там где какие-то площадки. Некоторые, которые заливают видео, говорят, вот ютуб ничего не дает, мало. Весь профит, ну собственно, идет вот этой корпорацией. То же самое юдами, когда человек загружает курс. Типа очень большая комиссия с контентом. А если создать такие платформы, где можно где-то напрямую покупать? Нет, ютуба очень правильно. Так они не поймут, зачем для этого платформы. Просто там страйк подключаешь к сайту своему и продаешь. Страйк и сколько? Это сложно. Ну и опять-таки проблема микротранзактная. Ну а сколько в эфире комиссия? Ну, ты просто понимаешь, вопрос-то даже не в том. То есть у тебя вот страйк требует ввести карту, там еще какие-то сведения, и это напрочь убивает любой бизнес в принципе. То есть заплатить 1 цент, и то-то потеряли, там конверсия будет просто минимальная. Я не понимаю, что уговорится. Люди не делают этого, не будут они вводить, не ввести карту. В смысле, почему они будут тогда не регистрироваться? Если у них уже есть в Нью-Йорк кошелек, то они просто им будут. Ну, не знаю, пока... А карточка у меня вроде как уже есть, а я все равно не могу получить удобный сервис. Не, я, кстати, не понял. Вот карта у всех есть, вот вообще у всех. Они просто ее вводят и платят. Нью-Йорк кошелек, чтобы получить, ну, мало того, что 2 доллара их с ними, нужно там еще пройти вкус на бинансе. Ну, есть карта... Подожди, зачем вкус на бинансе? Да нет, по-моему, ничего. Я могу отбить, есть как бы карты и... Ну, чтобы получить, чтобы купить с карты эти 2 доллара... У кого нет Нью-Йорк сейчас на мейн-йорке? У тебя есть? Ну, кошелек на ней нет. Есть. У тебя есть? Нет, ну мы тут собрались, Алё, конечно, тут у всех есть. Нет, ну это не поможет, чтобы все. Я не думаю, что у всех есть. У кого нет, нет. Смотрите, эксперимент. Да. Подходи, следи за процессом. Вы знаете, что делать с Квакомином? Да. У вас еще нет, да? А, это сейчас колярные какие-нибудь аккаунты будут? Понятно. Сейчас даже у самого спамятного щитка есть 2. У меня нет. 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 У меня нет, чтобы получить колярные 2 доллара. Вы поможете? У меня нет. У меня нет. Что значит, если с кукра минус, или равно? Это ровно. Ну, что надо надо дать? У один? Ну, помогите. там 8 миллиард раз 8 миллиард раз 8 миллиард раз 8 миллиард раз только полчаса США? по-моему да понятно так ну это лучше на домашнем компьютере сейчас она не мафразу будет нет, ну через email зарекрет так email же тоже за 40 что-то там берет ну берет не помню помнишь что там дофига было несколько неаров 2,4 что такое email не берет это multisig ааа я собираю я собираю мерч делаем кстати такой вопрос технический я что запомню сейчас тут фразу не создашь а потом никто их не вспомнит мне просто интересно есть как там вообще работает подтверждение через почту то есть это же не децентрализован я могу сказать но оно тоже легко работает ссылки просто шифра там справляет я имею в виду кто это кто это сообщение открывает нет просто email email там да есть сервис в чем вообще особенность вообще нет я поэтому говорю что я не использую слово блокчейн потому что нет не про блокчейн если блокчейн не будет нам подходить мы выходим на блокчейн а не помню мир при этом останется поэтому у нас да есть авторизация через dml она не безопасна для восьми мир окей не не я не просто особенно для восьми мир полученных на халяву тем более легко пришло легко ушло окей не блокчейн не надо выкидывать здесь хорошие ребята собираются блокчейн это наше все блокчейн это чисто его можно довести до ума как то сделать чтобы он был красивый легкий быстрый и все и прочее вообще технология не нужна ее не конечно перевозносить в смысле нужно молиться я ухожу сейчас лайкин пойдет пойдет потихоньку это биткоин вообще очень медленный процесс очень медленно там что это интегрируется там чтобы что-то там поменять там новые конференции да такие триллионы долларов что как этот соблюд вообще я в шоке был наконец-то я про него слышал еще когда Сергеев прошел я с конца тринадцатого года я вообще весь мир начинался с людей которые не были ну а за какой год был 18 18 это уже на тот момент на тот момент это уже все поздно для меня эфир был вернее помнишь не помнишь когда маленький был эфир у него все было быстро дешево и классно вообще супер супер система пожалуйста пиши контракты сделай все что хочешь потом котиков пустили положили сеть да потом начали и все было дешево классно и быстро а вот сейчас она разросла как ты говоришь масштабировано масштабирование все стало очень дорого это легко было видно еще с биткоина потому что там большие деньги не пошалили вот вот вся идея как бы масштабировалась наверное как мне кажется началась с 2011 года ну не знаю с чего а в 2011 году появился чек который предложил full food steak это наверное очень сильно помогло масштабировать конечно основное масштабирование были еще в базах данных поэтому я бы не называл один бот каким то вот там ключевым нет масштабирование именно децентрализованных систем а не баз данных баз данных понятно SQL базу взял и пожалуйста там все быстро влетает и вообще без проблем потому что все централизованно тут же речь о децентрализованных почему эфир такой дорогой за децентрализацию надо платить простите ребята хотите дефай пользуйтесь платите пожалуйста в фон в банк идите вложите деньги без проблем без всякой комиссии и все у вас там тихи тихи ну как без комиссии сегодня без комиссии а завтра да да 7 процентов в год зарабатываете и чувствуете себя идеально где-то недавно меня так на комиссии нажучили все-все хорошо потом а кстати а знаете комиссия 3 процентов ну хороший кстати неплохо я так в терминальный приватбанк какие-то деньги закидывал и оно такое уже в конце кстати мы тут сняли с тебя комиссию не приватбанк это может быть просто зелененький без надписи приватбанк нет когда карточку не вставляешь а после свои данные указываешь не подтверждая карточку у них такая хитрая почему-то они за это билдом я не знаю просто до сих пор ли это есть это было еще много лет назад короче но они по моему обращению никак вообще в принципе не желали это исправлять и говорят у нас нет скрутых комиссий хотя как бы я видео я еще раз я еще раз это написал по видео короче вот без процесса комиссия реально на последнем этапе когда ты уже заплатил появляется но ты ее уже заплатил это открытая комиссия последнего этапа открытая комиссия там вообще ничего не говорят просто снимаем банки это как у меня сменобанк 11к просто ушло даже без строчки вытаски короче ну вот закрытая прокатывается централизация ну и что через месяц вернули что это было что это было что это было я думаю что это было нет что банк банк ничего толком не сказал они никак у них абсолютно бесполезный саппорт короче ну они вообще никак не помогают нам ну то что я думаю что это было это то что это они отменили холл но так криво его отменили что оно потом списалось без строчки и потом они когда оно уже само там разбит что-то другое ну я как-то замечу пропажу 11 тысяч со своего счета ну с миллиона мог бы и не заметить это это